Добрый день мои дорогие подписчики! Здравствуйте все зрители, заглянувшие ко мне на канал. Своё видео хочу начать с того, что у меня пополнение в орхидейках. Вот такая вот у меня красивая желтенькая орхидейка. Цветет прошлогодняя и та, которую мне тоже подарили. Но она вот выпускает бутончики и будет беленькая. Радуюсь глаз, радует вот эта вот красота. Зато на улице посмотрите, что творится. Снег весь растаял, два дня снега не было. Новый год встречали при плюсовой температуре, а сегодня вот такой вот идет то ли снег, то ли дождь. Как видите вот на беседке. Он сыпется, засыпает и в то же время уже сразу же и тает. Такая вот скучная, грустная погода. Хорошо, что сейчас после Нового года такие вот... У нас каникулы как бы. Продукты закоплены еще до Нового года, а одежда тоже как бы вроде бы не к спеху не нужна. И можно посидеть просто дома и посмотреть на эту промозглую-промозглую погоду. Вот. Но сегодня я решила из тех продуктов, которые у меня так понемножку остались, сделать пиццу. И сейчас я вам покажу, как же я делаю ее. Ну, как всегда, мой рецепт очень прост, потому что я никогда не заморачиваюсь. Вот. Делаю то, что попроще и выбираю такие рецепты, которые совершенно-совершенно простые. Ну вот. Начинаю приготовить тесто для пиццы. Вбиваю яйцо одно. Одно. Нет, не пахнет. Это самое. Всыпала ложку сахара, ложку соли и немножечко соды. Все это я перемешаю. И волью стакан кефира. Тесто надо немного. Если вы делаете одну единственную пиццу, то тесто надо немножко. И сейчас добавляю сюда муку. У меня специальная такая ложечка есть в банке. Понемножку добавляем, чтобы посмотреть, сколько же, какое тесто будет. Тесто не должно быть густое, но и очень жидкое тоже не стоит его делать, иначе оно потом, ну, как-то такое вот теслявое получается. Ну, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть и тесто будет готово. Ну, вот такое вот, видите, вот такое вот оно тесто. Теперь я беру сковородку, свою старую сковородку. Чем она удобна? Тем, что у нее отстегивается ручка, и ее можно поставить в духовку. Я ее промажу подсолнечным маслом. Вот. И сейчас мы сюда отправим это тесто. Газовую плиту я уже включила, она уже нагревается. Вот такое вот тесто, видите, такое вот оно. И не слишком жидкое, и не густое. Со стеночек надо все собрать. Еще много-много тут остается на стенках. Распределим по всей сковородке. Вот. Вот. И сейчас это тесто я промажу немножечко кетчупом. Вот-вот. Чуть-чуть. Вот особенно по краям, для того, чтобы края не подсыхали. Обычно края почему-то подсыхают. Вот. Ну, вообще, с кетчупом вкуснее получается. Сейчас я попробую кисточкой немножко это размазать. Так. Получится ли у меня это? Кетчуп такой очень густой. Этот раз я купила. Поэтому он вот не очень как бы-то размазывается. Но сделаем, насколько это возможно. Ну, я думаю, что достаточно. Так. И теперь мы сюда порежем ветчину. Ветчина у меня такая вот белорусская, нежная в упаковочке. Это, знаете, называется... Я его слепила из того, что было. Вот у меня есть ветчина, значит, я ложу ветчину. Есть у меня сосиска, я могу положить сюда сосиску. Есть у меня курица, значит, я положу сюда курицу. Кусочки я не делаю. Очень маленькие. Для того, чтобы, когда я положу, она будет запекаться, чтобы они не подсохли. Ложу как можно больше. Как внучка говорит, делаешь как для себя, чтобы было вкусно. Вот. Чтобы не одно тесто кушать. Мы как-то заказывали в пиццерии, заказывали пиццу. Ну, и что там привезли ее? Три кусочка мяса. Вот. Ну, я перчатки не одеваю, делаю для себя. Вот. Так что... Думаю, что достаточно. Поверх теперь я положу помидорку. Можно было бы еще положить луку, но решила, что сегодня я это делать не буду. Вот. И все это я засыплю сейчас сыром. Сыром. Так. Буду я делать это тоже рукой, потому что тогда, если я просто так вот с доски, то получится неудобно. Сыру я люблю, чтобы было побольше. Чтобы очень вкусно было. Всего-всего побольше. Вот не знаю, только промазать мне сверху майонезиком. Или не стоит, или когда она уже потом спекется, лучше майонез добавить. Ну, вот такая вот в начальном виде, вот такая у меня получается пицца. Теперь я отстегиваю эту ручку. Так. И ставлю ее в духовку. И выпекаться она будет, наверное, 30, может чуть больше минут. Достала обратно. Пока она не нагрелась, она начала печься. Решила все-таки промазать ее майонезом. Вот. Может быть, получится вкуснее. Так что вот. Но майонез такой вот очень густой. Люблю грустой майонез. Но вот когда, если что-то вот такое вот готовишь, то, конечно, он не хочет расплываться. Вот так вот, видите, совсем даже не давится. Хоть сеточку какую-то из него сделать. Я вообще больше сыр люблю, когда сверху. Ну, вот поступил такой у меня заказ, чтобы я все-таки помазала майонезом. Ну, ладно. Ну, вот, а теперь опять все-таки я ее ставлю. И будем ждать, когда она спекется. Ну, вот моя пицца готова. Немножко неудачная получилась она. Как-то жидковата. Все-таки зря я, наверное, ее полила майонезом. Но оператор просил. Так что оператор будет и кушать. И потом мы после пиццы на десерт у нас мороженое. Остатки новогодней роскоши. Все. Приятного нам аппетита. Будем кушать. С вами была Галина.